Всем привет! С вами Дина Рай, и вы на моем канале. И до Нового года остаются уже считанные дни, буквально пара недель. Я хочу рассказать вам, какие же будут новогодние традиции в 2024 году. Это то, в чем справлять Новый год, как его справлять, в общем, вся-вся-вся вот такая вот информация. В этом ролике я собрала ее специально для вас, чтобы облегчить вам подготовку к празднованию 2024 года. Поехали! 2024 год будет годом деревянного зеленого дракона, поэтому считается, что в этом году надо обязательно поставить живую елку, ведь она деревянная и зеленая. Но если у вас нет такой возможности, тогда надо хотя бы расставить по дому еловые веточки. Также очень много требований к цветам в одежде в этот Новый год. Например, нельзя белый, потому что год китайского дракона, а в Китае белый цвет траура. Также нельзя розовый и синий, но преобладающими цветами считаются красный с золотом, это основные цвета китайского дракона, также зеленый, как я уже сказала, и фиолетовый. Все должно быть очень богато и красиво. Если вы берете какие-то некачественные материалы, то они вообще наносят вам грех на Новый год, поэтому нужно брать всякие там шоу, вот такие какие-то ткани, всякие роскошные. И также очень в приоритете идут пайетки, кружавчики, всякие оборочки, в общем, как можно больше всего такого праздничного. И также это топы, особенно топы с пайетками, это вообще топ 2024, чтобы они были с открытыми плечами и вообще все такое достаточно открытое. Также все должны быть одеты красиво, и у мужчин должны быть костюмы, а не просто цветная одежда, типа красный и зеленый. Также даже если вы празднуете дома, то надо быть не в тапочках, даже если они новогодние, а прямо в туфлях и на каблуках. А еще считается, что дракон, он любит семью и семейные ценности, поэтому 2024 год надо встречать в кругу своей семьи. Относительно украшений, приоритете, золото и что-то деревянное. Например, деревянные бусы, хотя мне кажется, что такое мало у кого встречается, поэтому я думаю, что все-таки ориентируемся на золото. Так же считается, что в своих новогодних костюмах нельзя косплеить дракона, то есть вариант сделать чешую и какие-нибудь крылышки, это не вариант, потому что дракон разозрится. Просто все в цветах дракона. Зато фигурки дракона можно ставить на новогодний стол или на, например, в качестве какого-то рисунка и новогодних такой украшения. Как вы уже могли догадаться, те же цвета, что и в одежде, они преобладают в украшении стола. То есть это может быть красно-желтая скатерть, такая красно-золотая, какие-то деревянные подставочки под кружки и зеленые полотенчики, салфеточки зеленые. Все в такой гамме, знаете, вообще, мне кажется, это самые базовые цвета нового года, такой желтый, красный, зеленый. Вот синего только нельзя, и вот это прям классическое Рождество, классический Новый Год. В первой части этого видео я рассказала вам о том, как надо одеваться и сама уже оделась в красную кофту с блестками. Ну а в этой части я расскажу о том, что должно быть на столе. Я уже, в свою очередь, постела красную скатерть с золотом. Считается, что дракон любит фрукты и овощи, и в приоритете, конечно, в цветах праздника, а также морепродукты. И обязательно свежие, а не консервированные. Помимо морепродуктов, также можно ставить любое мясо, кроме курицы и кролика, потому что, по легенде, дракон когда-то спас кролика и теперь не хочет его есть. Ну а также, как я уже сказала, мы сохраняем все те же цвета праздника. В еде это, например, желтый, это мандарины, ананасы, бананы, курима. Красный это, например, яблоки, гранаты, а также красная рыба и красная икра. Зеленый, авокадо, огурец, салат и все, что вы знаете зеленое, кроме лука. Блюдом этой новогодней ночи станет салат селедка под шубой, а также салат сезарь с креветками. Ну а в остальных случаях это какие-то блюда с рисом, с морепродуктами, всякие рыбные нарезки. И такие суши роллы, потому что они тоже в соответствующих цветах, еще и китайские. А также зеленый чай, потому что в Китае его пьют. А потому как дракон у нас огнидущий, то на столе приветствуются острые блюда, ну или хотя бы перец, чтобы все могли себе поперчить еду. Конечно же напитки. В случае взрослых это красное вино, коньяк, потому что он с желтым отливом, шампанское. Ну а в случае детей на самом деле вариантов больше, потому что соки все цветные. Но как я считаю в приоритете это вишневый сок, наверное апельсиновый сок, а также тархун, потому что он очень зеленый. Я бы еще барбарис поставила. Как я уже говорила в первой части видео, на столе должно быть что-то деревянное, потому что это год деревянного дракона. И у меня это вот такая вот подставочка, которая кстати все еще пахнет деревом. Ну и также символ года, например у меня это очень милая игрушка с вот таким вот дракончиком. Ну или какая-нибудь там знаете статуэточка может быть. В общем я сделаю такую подборку обязательно, напишите в комментариях, поставьте лайк, если эта тема для вас интересна. Ну и как я уже сказала, если вы ставите на стол рыбу, она не должна быть консервированная, да и все остальное не должно быть консервированным. То есть это не шпруты, это свежая рыба. В общем условий на этот новый год очень много, но все они я считаю создают какую-то свою атмосферу, особенно при подготовке к празднику. Я надеюсь, что мои советы и моя информация вам как-то помогла. Напишите в комментариях, если я что-то пропустила, а может быть вы вообще не знали, что это год деревянного зеленого дракона. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, а также на телеграм-канал, где я выпускаю все в режиме реального времени. Ставьте лайки, пока-пока! Пока!